19-й Российский онкологический конгресс проходил с 17 по 19 ноября в Москве. Российский онкологический конгресс – крупнейшее ежегодное мероприятие онкологов не только в нашей стране, но и в странах СНГ и Восточной Европы. Число участников в разные годы составляло от 1000 до 4300 человек. В конгрессе 2015 года приняли участие более 3500 специалистов. В программе этого года 94 заседания – это сессии, лекции, симпозиумы, мастер-классы. Большой интерес онкологов разных субспециальностей вызвала сессия, посвященная вопросам психологической поддержки в онкологии. Около половины работ посвящены исследованиям в лучевой терапии и хирургической онкологии, касающиеся, в частности, колоректального рака. Колоректальный рак – широко распространенное заболевание, занимающее среди злокачественных онкологических заболеваний второе место. 50% тезисов постерной сессии содержали результаты исследования эффективности лекарственной терапии и трансляционных исследований. В этом году исследователи-онкологи подали рекордное количество тезисов – 447, что определенно свидетельствует о повышении научной активности ученых. 90% всех тезисов были представлены российскими учеными, 10% – из стран СНГ и дальнего зарубежья. Работу, посвященную прогнозированию результатов лечения больных этим видам рака, перенесших мультивестеральные резекции, на постерной сессии Конгресса представил хирург-онколог из Республиканского онкологического центра имени профессора Бондаря в Донецке, доктор медицинских наук Андрей Ладов. На Конгрессе традиционно большое внимание уделяется новым направлениям в онкологии. Сегодня это иммунотерапия и молекулярная таргетная терапия. Еще одна тенденция, выявленная на прошедшем форуме – существенный рост числа регистрационных исследований российских фармацевтических компаний. В ноябре следующего года состоится юбилейный 20-й Российский онкологический конгресс.